Всем привет, с вами Информ ТВ. Несколько минут назад стала известна судьба Павла Дурова. Создателя мессенджера Телеграма освободили из-под стражи в Париже, сообщил французский телеканал. При этом буквально через 10 минут его снова взяли под стражу. Как пишут французские СМИ, впереди его ждут допросы и возможное предъявление обвинений по ряду серьезных преступлений. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, задержание Дурова, произошедшее 24 августа в аэропорту Парижа, связано с продолжающимся судебным расследованием. Президент подчеркнул, что задержание, цитата, ни в коем случае не является политическим решением. В рамках той же операции были задержаны телохранитель и помощница Дурова, но их отпустили сразу после допроса. Павел Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества с французскими властями по вопросам борьбы с финансовыми и киберпреступлениями. Французские власти считают, что они были совершены с использованием Телеграма. Прокуратура Парижа сообщает, что дело против Дурова было открыто 8 июля. Ему в итоге предъявлено обвинение по 12 пунктов. Среди них соучастие в хранении и распространении нелегального контента с участием несовершеннолетних, соучастие в распространении нелегальных веществ, киберпреступлениях, мошенничестве и даже отмывании денег. Расследованием этих преступлений занимается национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Напомним, Павел Дуров – известный предприниматель и долларовый миллиардер. Он основатель популярных платформ ВКонтакте и Телеграм. В октябре этого года ему должно исполниться 40 лет. Дуров обладает гражданством нескольких стран, включая Сент-Китс и Невис, Францию и ОАЭ. Последние годы он проживал в Дубае. Интересно, что сам предприниматель называет себя отцом более 100 детей. А как вы считаете, справедливо ли ему предъявили обвинение? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь. Удачи!